Я в твоё присядь Ты дал мне смысл жизни, с тобою я живу Сейчас хочу в любви я вознести тебе в полу Это ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын Ты в обе, как голгофы, Жало смерти памяти Это ты своей любовью, людей я слабо один И за тобой хочу, днём и ночью я лети Прихожу в твоё присутствие Без любви пою тебе Без любви и поклоненья За любовь твою ко мне Ты дал мне смысл жизни, с тобой я живу Тебя хочу я слабить и возносить тебе в полу Это ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын Ты в обе, как голгофы, Жало смерти памяти Это ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын Ты в обе, как голгофы, Жало смерти памяти Это ты своей любовью, людей я слабо один И за тобой хочу, днём и ночью я лети Ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын Это ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын Ты в обе, как голгофы, Жало смерти памяти Это ты своей любовью, людей я слабо один И за тобой хочу, днём и ночью я лети Это ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын Ты в обе, как голгофы, Жало смерти памяти Это ты своей любовью, людей я слабо один И за тобой хочу, днём и ночью я лети Это ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын Ты в обе, как голгофы, Жало смерти памяти Это ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын Ты в обе, как голгофы, Жало смерти памяти Это ты своей любовью, людей я слабо один И за тобой хочу, днём и ночью я лети Двенадцатый стих очень важный Когда порог Нафан пришёл к Давиду, великому царю, который соблазнил Версавию Помните эту историю? И он убил её мужа Вы знаете эту страшную историю грехопадения Давида Когда всё, что он строил, было в одночасье разрушено Но Бог ему дал великую милость дальше строить С нуля уже И там есть такое местописание, там сказано Ты, Господь ему говорит через порог Нафана Ты делал тайно Вы знаете, за всякое дело, которое мы делаем Мы предстанем пред Господом Строй правильно кирпичи Хорошие, бери хороший материал, качественно Строй, как для Господа Всё, что делает твоя рука, моя рука Делай, как для Господа Где бы ты ни трудился, что бы ты ни делал На производстве, на работе, ближним, дальним, врагам Делай всё, как для Господа Это важный закон И когда ты делаешь, как для Господа Ты получаешь воздаяние И здесь Бог сказал Через великого порога Нафана Царю, великому царю Давиду Ты сделал тайно А я сделаю это Пред всем Израилем И пред солнцем Послушай, Давид, что тебе не хватало? Он говорит перед этим Я тебя так благословил У тебя колоссальное богатство У тебя есть жены, у тебя есть дети У тебя есть всё Зачем ты взял эту единственную овечку У этого человека и убил его? Зачем ты это сделал? За то, что ты это сделал Меч не отступит Давид, я тебя очень люблю Ты муж по сердцу Господа Я очень тебя люблю Но меч не отступит от твоего дома Во веки Знаете, это страшный приговор Ты сделал тайно А это всё, что я допущу Позор Увидит весь Израиль Я очень хочу Если бы ты попросил меня Что-нибудь тебе ещё сделать Из того малого, что я тебе сделал Знаете, у Давида был огромный богатство Бог называет в этом стихе малым Если бы ты попросил на это мало Я бы тебе ещё больше бы сделал Но честно Чисто Свято Праведно Целомудренно Я бы сделал для тебя это Почему ты не просил меня? Почему ты Пустил Вперёд Свою страсть И свою похоть? Вы знаете Солом 27 стих 5 написано Он говорит Бог Беззаконникам За то, что они Невнимательны К действиям Господа И к делу рук Его Он разрушит их И не созиждет их Мы Должны быть внимательны К голосу Господа К тому, что он делает Своими руками Здесь на земле Мы должны быть внимательны К каждому Драгоценному брату Сестре К ближним Родным Послушайте Это очень важно Потому что он говорит За то, что были невнимательны К его словам К его рукам К его действиям Он говорит, я разрушу. Вы знаете, мне очень нравится Божий принцип, который записан в 2-м послании Коринфяна, 8-й главе стих 15-й. Там сказано, кто собрал много, не имел лишнего. У кого есть много? Нет, не надо поднимать руки. У кого-то есть много, но у тебя не будет лишнего. Потому что все это будет служить Господу. Но иметь много – это не беззаконие, это праведность. Иметь много – это благословение. Но у тебя не будет лишнего, потому что все излишки ты будешь отдавать нуждающимся. Кто скажет, аминь. А кто мало собрал, Писание говорит, не имел недостатка. Я сейчас не буду поднимать руки, кто собрал мало. Там написано просто, кто мало собрал, не имел недостатка. Кто много, тоже не имел недостатка. Слава Господу за это. Друзья мои, вы знаете, мне хотелось бы сейчас коснуться двух притч, которые записаны в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки. Итак, давайте посмотрим. Мы строим. Мы продолжаем стройку. Хорошую стройку. В Евангелии от Матфея в 25-й главе есть притча о человеке, который дал, отправляясь в дальнюю страну, господин пригласил трех своих слуг и дал каждому одному пять талантов, другому два таланта, третьему один талант. Все знаем эту притчу. Притча гениальная, между прочим. Она как раз о том, что мы строим. Оно состоится или будет разрушено. Итак, драгоценное. Если мы не в Бога богатеем, то будет разрушено. Это должны все понимать. Как отличить? Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение. Одному дал пять талантов, другому два, третьему. Каждому по его силе. Вот это очень важный момент. Когда тебе что-то Бог дает, мне что-то Бог дает, ей что-то Бог дает, ему что-то Бог дает, он никогда не ошибается. Он каждому дает по его силе. Поэтому никогда не завидуй. Я вообще никогда никому не завидую. Мне даже так и мысли нет, потому что я знаю, если позавидую, Бог скажет, рушу. Рушу все, что строишь. Ураган пройдет, там дожди, там, не знаю, молнии, град, там, не знаю, мороз, снег и так далее. Зачем завидовать? Я никогда не завидую, у кого два таланта, у кого пять талантов, у кого десять талантов, потому что я представляю себе на мгновение, сколько им придется работать. А я со своим полтора талантом, нет, один мне тоже не нужен. Ну, хотя бы полтора, ну, хотя бы два. Знаете, и тот, кому дал пять по его силе, он умножил, и написано, что он ушел надолго. И здесь написано, что по долгом времени приходит господин, требует отчета. Вы знаете, так рад, что у нас Господь иногда требует отчета. Сколько ты рядов сегодня кирпича положил в своей башне? Какой ты использовал? Материал, раствор. У тебя цемент, кровь Христа, или что-то другое. То, что устоит или разрушится от времени. То, что не выдержит или состоится. Я так рад, что по долгому времени господин возвращается и требует отчета. Знаете, нам не нравится слово требует. Когда нас что-то, чего-то кто-то требует, мы говорим, я свободный человек. Как хочу, так и живу. Мы можем так сказать любому человеку, кроме Господа. Он нас приглашает и говорит, я пришел. Ну, как у тебя? Мы дальше продолжим. Но сначала, вот на этом этапе, дай твой отчет. Ой, как нам не хочется давать отчет. Где не прогневался, где простил, где не простил, где схитрил, где плохо лежал, взял и так далее. Вы знаете, друзья мои, это очень важно. И он говорит, дайте отчет. Кто пять, он говорит, еще пять. Кто два, он говорит, еще два. И знаете, как он им сказал, мне так нравится. Вот мне нравится, что Бог всегда, вот это притча Иисуса Христа. Бог, когда творил за шесть дней весь мир, он говорил, хорошо, весьма хорошо. И каждый день он отмечал и удовлетворенно отдыхал. Знаете, почему у нас бессонница? Мало работаем. Не умеем радоваться каждому дню. Не благодарим его, не говорим, хорошо, весьма хорошо. Скажите, хорошо, я сегодня потрудился, весьма хорошо буду. Спать буду сном младенца, как праведник Божий, потому что у меня строится дело Божие. Я сегодня еще положил два куба, слава Богу. Вы знаете, и там написано, и здесь в этой притче говорит, хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. В малом верил, на многим поставлю. Вы знаете, какое счастье. Кто помогает многодетным иногда? Убраться, помыть, с детьми посидеть. Малое дело, но такое важное. Кто помогает вдовы, сиротам. Малое, незаметное дело. Убраться, сделать генеральную уборку. Я верю, что наша молодежь еще больше внимания обращает на людей, которые нуждаются. Людей, которые вдовы, сироты и так далее. Я верю. Это такое благословение, такая благодать. Ты получаешь это потом. Тебе воздает Бог по своему богатству, мерой нагнетенной, утрясенной, переполненной. Так говорит Священное Писание. Вы знаете, незаметные дела. Ну раз стакан подал пророку, принял пророка, принял праведника, и вдруг такая благодать, да? У тебя это все. Слава тебе, Господи. Ты не гордишься. Другому говорит тоже. Хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен, на многим тебя поставлю. Войди в радость, Господин от твоего. Вошел в радость. Что такое войти в радость? Празднуем сегодня. Войти в радость, это кто видел праздник в печали? Радость. Мы празднуем. Я потрудился. К пяти еще пять, к двум еще два. И я захожу в радость Господина. Верный раб. Мне хорошо. Я радуюсь. Мы празднуем. Кому нравится праздновать? А кому нравится еще работать при этом? Что праздновать? Ну да, нужно работать, драгоценные мои. Да, обязательно. Потом можно праздновать. Подошел и получивший один талант, ты сказал, господин. Знаете, наезд на Бога сразу прям начинает. Вот что мне нравится, не нравится мне в бездельниках, наезд на Бога. Я еще раз подчеркиваю, за один день, за один месяц, за один год ты ничего не построишь. Но каждый день кирпичик, кирпичик, кирпичик. Каждая неделя уже рядок за рядком. Потом месяц прошел, потом уже под крышу, потом все. И уже Господу идти. Бог говорит, отчет, отчет. Кому нравится слово отчет? Полюби слово отчет. Скажите, полюби слово отчет. Это хорошее слово. Павел пишет, всякому требующему вас отчет о вашем уповании, дайте его, как? С кротостью и немедленно. Так говорит Священное Писание. Поэтому в этом слове отчет, ничего плохого нет. Вы знаете, войди в радость, порадуйся вместе с Господином, что ты вот кусочек. Потом, вы знаете, потом он даст этому в управлении десять талантов. У этого один заберет, который закопал, который вот такой бездельник. И даст тому, кто имеет десять. Скажи, слава Богу, кто имеет уже десять, поднимите руку, кто уже пять умножил на два, кто два хотя бы умножил на два, уже четыре. Вот. Не закапывай свой талант. Это опасно. И здесь написано, подошел, получивший один талант, и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, собираешь там, где не рассыпал. Я знал тебя. Поэтому я закопал свой талантчик на всякий случай. Я не хотел рисковать. И знаете, что? Он говорит, я убоявшись, пошел и скрыл талант в свою землю. Вот тебе твое. На тебе, Боже, что мне негоже называется. Вот тебе твое. Бог говорит, а мне это не нужно. Такой наезд. Я знал, что ты человек жестокий. Мы так, когда мы занимаемся ничем, когда мы не строим свою башню, храм Божий внутри нас, когда мы не делаем то, что вот я уже только что сказал, эти малые дела для Господа, что потом делать большие дела, чтобы в малом верном быть в большом верном, если ты не верен в чужом, следующая притча, Бог тебе никогда не даст свое. Никогда. Если я не верен в Его, Он мне не даст свое. Мы не получаем, потому что не просим, а если просим, то не получаем. Писание говорит, что хотим употребить для наших вожделений, а Бог хочет, чтобы мы употребили для Его воли. Бог, послушайте, для Господа, кто много собирает, не имеет излишек, кто мало, не имеет недостатка. Это Божий принцип. Хороший Божий принцип. Слава Господу. И тогда Он говорит, Он говорит, а я знал. И знаете, что Ему Бог сказал? Лукавый раб и ленивый раб, ты знал волю Господина. Тебе надлежало отдать серебро твое торгующим, и придя, получил бы мое, Бог говорит, мое с прибылью. А так, как ты не сделал, возьмите у него один талант и отдайте тому, у которого десять. Друзья мои, вот божественный, интересный принцип. Он может тебе нравиться, может не нравиться, но жизнь весьма коротка, чтобы сказать, Бог, мне это не нравится. Ты же немножко жестковат со мной. Да нет. Он просто дал мне столько даров, столько талантов. Я вообще не знаю ни одного человека на земле, у которого было просто один талант. Он дал больше и в семейном жизни, и в работе, и в карьере, и в образовании, и в активности социальной жизни, и во многом, и в культуре, во многом. И Бог тебе дал очень много хобби и так далее, что-то нравится. Бог столько дал даров и талантов. А саму, вот слушайте, когда ты пришел, допустим, утром сегодня, говорит, можно я помою пол в церкви? Маленькое дело. Маленькое, да? Говорит, ничего себе маленькое, полы перемыть. Да не надо везде мыть. Я сейчас условно говорю, пришел к многодетным, пришел к одиноким, пришел к пожилым. Послужи этим людям. Послужи им. Примей этих людей. Вы знаете, вторая притча Христа, которая очень важна. Она называется притча о неверном управителе. Итак, первое, очень важно в нашем строительстве уметь отчитываться за конкретный этап своей жизни. Вот от этого путевого столба до этого путевого столба, от этого знака до этого знака. И потом уметь радоваться. Войди в радость господина. У кого-то сегодня вечером будет радость, я в это верю. Ты прожил сегодня день не зря. Ты положил еще новый кирпичик. Вот давайте эта притча о неверном управителе. Очень хорошая притча, не всегда понимаемая христианами. Сказал им притчу своим ученикам. Один человек был богат, имел управителя, на которого донесли ему, вы знаете, и тогда, 2000 лет назад, были доносчики в народе Божьем. Донесли, что расточает его имение. Такое ощущение, что живет в современной России. Коррупционер, взяточник, нехороший человек, расточает имение. И призвав его, сказал ему, что я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тебе обходной лист, и завтра ты уволен. У тебя есть один день. Ты берешь этот обходной лист и говоришь. Знаете, что он сказал, когда получил обходной лист? И он говорит, что мне делать? Господин мой оставляет. Отнимают у меня управление домом. Копать не могу. Просить, стыжусь. Попался. Вы знаете, иногда мы можем делать какое-то дело. Дело нашей жизни. Иногда некачественно. Знаете, иногда там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там, и раз на тебя уже донесли. Ангелы Божьи донесли. Пожаловались к престолу Божьей благодати. Ты делал тайну, Бог говорит, а я покажу явно. Все, что ты делал в тайной комнате, будет объявлено на кровле. Кто знает эту простую истину? Очень простая истина. Все, что делал в тайной комнате, однажды, если ты не покаешься, не сотворишь достойный плод покаяния, то есть полный изменит жизни, будет объявлено на кровле, то есть всем. По сарафанному радио. И здесь донесли. Знаете, доносчиков всегда хватает. Поднимите руку, на кого жаловались, какие-нибудь доносчики, что плохо работает, некачественно делает работу, вообще гнать его надо. Кто вас подсиживал, кто, понимаете, ну, наверное, каждый все это прошел, да? И тебя там подсиживали, подстраивали, там провоцировали тебя, сорвись. А здесь не надо было все подстраивать. Товарищ, мягко говоря, сам, вот сам подставил себя, потому что уже, знаете, в неге, а он ничего больше не умел, он умел только управлять. Пошел направо, пошел налево, этот копает, этот не копает, это вот все, что он умел. Хорошая профессия, да неплохая, в принципе, но зачем воровать-то? Зачем плохо управлять Божьим имуществом? Оно же не твое, оно Божье, ты просто временно управляешь. Моя жена, хочу, управляю, хочу, нет, не твоя. Она твоя жена, плоть одна, дух, душа разная. У меня с женой вообще дух разный, душа тоже разная, плоть только одна. На основании места священописания станет одно плотью. Поэтому я говорю, Бог, я ей как хочу, так управляю. Бог говорит, нет, я ее управляю. У меня две ее части, у тебя только одна. Кто скажет, аминь? У меня две, у меня дух, душа, у тебя только тело. Я управляю лучше. Нет, Господь, я тут сейчас над ее телом поизмываюсь. Ах, поизмываешься, иди сюда. Иди сюда. Ты плохо управляешь, вот тебе обходной лист, и завтра ты уволен. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Не, не я, Писание. И он говорит, ничего не могу делать, могу только управлять. Копать не могу. Слава Богу, за нас мы умеем копать с вами, правда? Просить милостыню стыдно. Вот. И знаете, что он сделал? Он сделал ужасную вещь. Если бы у меня было большое имение, у меня был бы управляющий, он сделал подобное. Я бы его уволил бы не завтра утром, даже без обходного. Я бы вообще в суд его послал. Я бы вызвал прокуратуру. Понимаете? Потому что, ну вы знаете, как он красиво остался. Не красиво ушел, а красиво остался. Кто знает Божьи принципы? Вот сейчас мы с вами изучаем еще один Божий принцип, который называется «Притча о неверном управителе». Это тоже очень хорошая притча. И вот что он делает. Он говорит, «Знаю, знаю, что делать, скажи сейчас, знаю, что делать, если я где-то напортачил, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. Скажи, я знаю, что мне делать. Я тертый человек». Здесь написано, «И призвав должников, господина своего, не своих, а господина, каждого порознь, чтобы не заложили». Все равно заложили. Вот все равно заложили. У нас хоть порознь, хоть вместе. Все равно кто-то, стукач, найдется. Вы знаете, он их вызвал и говорит, «Так, сколько ты должен моему господину?» Он говорит, «Я должен сто мер масла. Давай твою расписку, я ее рву, садись скорее, пиши новую пятьдесят». Скостил пополам. Другого тайно вызывает и говорит, «А сколько ты должен господину?» Он говорит, «Сто мер пшеницы». Сказал ему, «Рвем твою расписку, возьми новую, напиши восемьдесят». Ну, пустячок, но приятно. Но там речь идет о тоннах, чтобы было понятно. Мера там, очень большая мера. Знаете, он так это раз, думая, завтра у меня уже, меня увольняют, и я пойду поживу у того, поживу у того, поживу у того. Вы знаете, драгоценные, вы скажете, «А как я вообще могу это все?» Да очень просто. Вы знаете, когда ты вот сидел, наслаждался, ты управитель, там подворовываешь, там неправильно, там безответственно, там неответственно, и вдруг тебе Господин говорит, «Все, Бог говорит, все, халава закончилась, все, халява закончилась, манна падать больше не будет, и перепела тоже. Все, и тогда ты говоришь, что я должен был делать? Горе мне, если я не благовествую, Павел пишет, и ты идешь к одному должнику Бога. У Бога есть должники? Да ведь, послушайте, да миллионы людей должны Господу. Там такие расписки, на такие суммы. И ты идешь, говоришь, сколько ты должен Господу, начинаешь с Него молиться, наставлять, научать, раз ему скостили 50. Раз идешь к другому, благовествующему Христа, молишься за Него, принимаешь Его в свой дом. Понимаете, да? Он еще не знает, что тебя увольняют. Это принцип. За один вечер ты можешь все, что разрушено, восстановить. За один вечер он обошел всех взаимодавцев, всем переписал расписки, говорит, пиши своей рукой, всем переписал, никто не знал, но Господину донесли. Потому что Господин знает даже тайны. Наш Господин, Господь, Он знает, ему донесли. Какая должна быть реакция Господина, как вы думаете? Выгнать немедленно, подать суд, разорил Господина на крупные суммы, ничего подобного. Это наш менталитет, а у Бога свой менталитет. И здесь написано, и похвалил Господин управителя неверного. Прямо читаю, как написано, что догадливо поступил. Друзья мои, давайте догадаемся, что башню строить нужно, ее нужно достроить. Храм Божий нужно, надо его достроить. У каждого храм. Клади каждый день, празднуй, радуйся. Вы знаете, если бы христиане праздновали каждый день, они бы каждый день по домам делали преломление вечером, они праздновали бы. Так написано, в апостольской церкви так было. Послушайте, хватит печали, хватит уныния. Вот когда я построю дом, вот когда я сделаю горы. Слушай, начни с малого и празднуй это каждый день. В твоем доме будет радость, в твоем доме будет веселье, будет... Господин говорит, ты правильно поступил. Слушай, такой умный, я тебя оставляю. Я тебя оставляю. И дальше написано, и говорю вам, сказал Христос, и там сказано, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, сказал Иисус, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом во многом верен. Скажите, верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен и во всем. Вот в малом неверен, неверен во всем. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное, не доверит, а поверит вам, да доверит там пока не дойдет, даже не поверит вам. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Скажите соседу, тебе дадут обязательно. если будешь верен в Божьем, если будешь верен в малом, тебе доверят и много, и свое. На этом и заканчиваю эту часть проповеди в следующей воскресении. Мы это продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok